Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного писания. И сегодня мы зададимся таким вопросом, что делать с воинской присягой или с присягой в суде, если Христос запрещает клятвы? И мы будем рассматривать этот вопрос, отталкиваясь от двух текстов. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 33 по 37 стих, и книга «Второзаконие», 6 глава, 13 стих. Сначала прочитаем эти тексты. Сначала Евангелие от Матфея. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого». Итак, это у нас текст из Евангелия, следующий текст из Второзакония, 6, 13. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Как сопоставить эти два текста? И как действительно исполнять гражданские обязанности, если общество требует от нас принесения присяги, клятвы? Прежде всего, мы должны обратить внимание на то, в каком случае такие клятвы запрещаются, и они не угодны Богу. И мы смотрим послание Иакова, 4 глава, 13 по 17 стих. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающий. «Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. И так, кто разумеет делать добро, не делает тому грех». О чем здесь говорится? О том, что мы не знаем, есть ли у нас будущее, есть ли у нас завтрашний день. Да что я говорю «завтрашний день»? Есть ли у нас окончание этого дня? Или жизнь наша может прекратиться в любой момент. Вот в каком смысле Христос запрещает необдуманные клятвы. Когда человек говорит «я там поеду туда-то, туда-то, я вот точно знаю, что произойдет то-то и то-то». А если человек дает присягу в суде, это же совсем другое, он свидетельствует о том, что уже было. Он здесь не проявляет никакого самоуверенного чванства, никакой гордыни. Он просто свидетельствует о том, что он видел своими глазами, слышал своими ушами. Если говорить и о воинской присяге, воинская присяга в самом тексте предполагает, что может произойти, если человек ее нарушит. Значит, он допускает, что такое может произойти. Например, когда он говорит «а если я нарушу эту присягу, то то-то и то-то и то-то должно произойти». В таком случае это не входит в противоречие со словами Божьими, со словами Христа, тем более, что закон Божий говорит его именем, то есть именем Божьим клянись, особенно когда речь идет о судебных разбирательствах. И там требуется присяга человека, чтобы установить, как минимум, что он не лжет, и при этом должно быть два-три свидетеля, чтобы они согласно говорили об одном и том же. Но вот в окончании слов Христа, которые мы сегодня прочитали, очень важное уточнение. «Но да будет слово ваше «да-да» – нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». То есть, здесь он только к христианам обращается. У христианина слово должно быть, если он говорит «да», то это «да» всегда. Если он утром сказал «да», вечером это «да» не превратится в «нет». Оно так и останется «да». Если он вечером сказал «нет», то и утром это «нет» должно оставаться «нет». Почему вот это уточнение? Христос как бы подсказывает нам, что если твое «да» будет всегда «да», если твое «нет» будет всегда «нет», никто не будет требовать от тебя каких-то клятв. Тем более, там божиться именем Божьим, что может ограничить с произнесением имени Божьего в суе. Когда человек живет и он господин своего слова и старается его не нарушать, люди это знают. И на Руси, вот если взять купечество, русское купечество, особенно те, которые трудились на Волге, там огромные капиталы делались, у них серьезнейшие миллионные сделки заключались. Рука об руку, все, сделка заключена. И какое-то время никаких бумаг не требовалось. Потому что если человек нарушал это свое слово, он терял все. В том смысле, что никто уже никогда не будет иметь дело с ним и даже с его потомством. Настолько люди серьезно относились к данному слову, как сказано в Писании, что человек от слов своих осудится и от слов своих оправдается. Поэтому будем жить так, чтобы наше «да» всегда было «да», а наше «нет» решительно высказанное таково бы и оставалось. Берегите себя. С Богом! С Богом!